Ядеробия массы. Тема на самом деле довольно простая, в ней особо нечего рассказать. Большая часть информации в этой теме касается биошматов, о которых существует отдельное видео на канале. Не торопись его искать, оно будет в конечной заставке. Нужно просто досмотреть видео до конца, оно короткое будет. Но все же у игроков возникает сложности с этой штукой, потому что в определенной фазе она делает вот так. И вот этой штуки уже многие боятся. И боятся по большей части не обоснованно. Потому что она причиняет некоторые неудобства, но преимущества, которые ты получаешь, не имея эту штуку на карте, они намного более полезные и значимые, чем неудобства, которые она причиняет. Начнем с очевидного. Сердце биомассы спаунит биошматов. В зависимости от богатства колонии будут не только пальцы шипы, но и твердо шипы, бургуроды, тре шипы. И да, их действительно довольно-таки много. Но в отличие от хтонических врат, хтонических нор, они не проявляют чрезмерной агрессии. Тусуются по две биомассы и только если вы к ним подойдете, будут на вас нападать. Примерно как если бы это были жуки. Второй неприятный момент заключается в наличии биомассометов, которые перезаряжаются примерно раз в два часа и делают хтон. Насколько опасен данный хтон? В радиусе, примерно как на снайперскую винтовку, мы получаем навесную атаку, которая может атаковать цели вне прямой видимости. А-ля миномет. Но она не шпарит на всю карту, как это делают осады. Но и с точностью у нее тоже есть определенные проблемы. Даже если она попадет, урон там скромный. И я в данном случае вообще танканул. А урон будет? Можно урон, пожалуйста? Очень надо. Ну пожалуйста. Ну е-мое. О, пять урона. Большой опасности эта штука не представляет от слова совсем. Более того, если в этот момент вы будете находиться в движении, шанса попасть у нее около нисколько. Ну вот, она все-таки попала, но мы танканули. О, еще раз помудрилось попасть. Наступать на кислоту, которая остается после этого, можно. Это не приведет к никаким негативным последствиям. Я так успешно танкую все эти атаки, потому что у меня плащ из гиперткани. Ну, примерно сопоставим с пехоткой. Если у вас будут обычные, ни во что не одетые колонисты, ну, в общем-то, примерно то же самое. Неприятно, но не более того. Ну и учитывайте кд в целых два часа, вообще никаких сложностей с биомассометом у вас не должно возникнуть. Непосредственные сложности будут, если вы будете пытаться прям бороться с этим сердцем биомассы. У меня в режиме разработчики есть вот как раз параметр, который показывает, сколько нужно уничтожить плоти, чтобы случилась реакция биомассы. Если мы чпунькаем здесь вот кусочек, становится 105, 99, 93, 87. Ну и когда значение скатится до нуля, начнется реакция биомассы, в ходе которой будет, естественно, спаун этих самых биошматов. Так как у меня богатство небольшое, у меня их заспаунилось немножко, ну, вот 4 штучки. Это уже может представлять некоторую опасность, но опять же, данное явление происходит только если вы целенаправленно уничтожаете плоть. А плоть вы будете уничтожать, если она будет вам мешаться, если у вас не будет возможности пробраться к пучкам. И в целом можно обойтись вообще без вот этих вот попыток ее изничтожения и конфронтации. Для этого есть соответствующий лайфхак. Я понимаю, что вряд ли у вас будет такая ситуация, что вы будете знать, где оно находится перед тем, как оно заспаунится. Но при должной подготовке оно превращается в домашнее животное. Ничего не происходит, потому что ну и произойти ничего не может. Уж таковы устроены его свойства, что оно не способно разрушать заборчики, стены, бригады и мешки с песком. Однако, если кто-то захочет схитрить и поставить там ворота, вот ворота она выносит с огромным удовольствием. Точно так же, как и двери, даже защитные ей в общем-то плевать. Что делать, если вот оно вырвалось? Естественно, нужно каким-то образом ограничить ему место для распространения. Помним, что у нас есть реакция биомассы и мы в целом можем уничтожить примерно 10-15 раз. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понятно, что не будет паузы, не будет режим разработчика, но в общем-то вот так вот постепенно можно успеть ограничить его продвижение дальше. И это тоже сгодится. И здесь у вас будет и биомасса мед, и нервные пучки, которые позволят вам ее уничтожить. Вам не придется совершать какие-то невероятные маневры, чтобы ограничить его влияние присутствия. Еще забавная штука, у него такое свойство, что оно выдавливает все объекты за территорию, которую захватывает. В теории этим тоже можно как-нибудь воспользоваться, но пока не очень представляю как. Чисто теоретически, если вы будете таким образом контролировать вашу биомассу, звучит как начало одного любопытного ролика в интернете, но не суть важна, то вы можете иметь биомассометы, грамотно разместив которые, вы можете как бы улучшить свой киллбокс, но помните, эффективность у них не о чемная. Вы для биомассомета тоже являетесь врагом и целью для атаки, поэтому баловаться с этим не стоит. Для тех, кто все еще смотрит на все это с недоумением, почему ты все еще это не уничтожил, фу, какая ужасная штука. Для уничтожения понадобится жахнуть 3 нервных пучка, внутри каждого из которых находится нервный сгусток биомассы, который можно с помощью ученого проанализировать, и когда вы наберете 3 штуки, вы можете устроить сердцу биомассы срывный нерв, и наконец-то отыграться за все те нервные срывы, которые посылал вам Рэнди. Из нюансов в том, что ну вот я один жахнул, и что дальше? Где оставшиеся два? Нужно будет дождаться их спауна. Это естественно связано с процессом роста, сердце растет не постоянно, оно делает вот такой скачок роста, и потом на некоторое время останавливается, сейчас она как раз пережидает этот момент, и у нее не спаунится даже вот здесь вот сама биомасса в маленьком количестве. Ну, не лезет, не хочет, не может. В следующий раз пучок появится через 12-36 часов, в среднем около 20-ки. И если у вас не было возможности оградить сердце, и все вышло из-под контроля, вам проще дождаться появления всех трех пучков, после чего единовременно их все уничтожить, собрать ошметки и сделать срывный нерв. Как мы видим, заспаунить новые элементы, в том числе пучки, можно даже при вот такой вот застройке. Единственное, что надо будет, естественно, что-то уничтожить. В этом вопросе прекрасно годится биомассомет. Если прокрутить время, мы можем дождаться появления второго пучка и без вот таких вот манипуляций, но еще нужно учитывать, что вместе с этим оттуда могут в некотором количестве лезть сами биошматы. Напомню, их не так много, они не такие агрессивные. На них можно тренировать стрельбу, все говорят, как прокачать стрельбу, надо охотиться так много что ли? Нет, вот, пожалуйста, сердце биомассы. Качай, не хочу. И вот у нас здесь все три кусочка, и мы можем пойти и нажать кнопочку вызвать смерть тахикардии. После этого происходит довольно эффектная анимация. И вот с этого момента начинается самая интересная часть. У нас появилось жуткое мясо. И тут скажут, это что, это лут что ли? Эээ, не, мой дорогой. Главный лут само ядро. Видео короткое, поэтому тоже буду краток. В очередной раз спасибо всем тем, кто поддержит меня на Boosty и с помощью сервисов Donation Alert. С финансовой стороны все действительно хорошо и замечательно. Главное поддерживать это состояние дальше. Хотя там начнутся инфляции, индексации коммунальных услуг, хоть по ипотеке платежи не меняются. И на том спасибо. Осознал, что я вышел на некую пенсию. За выслугой лет в педстаже всего десятку отмотал. Но теперь преподаю совершенно странные вещи. Это помните за долганом, когда-то мечтали открыть такое учебное заведение, где мы будем рассказывать историю видеоигр. С ммологией, с шутероведением, ну и так далее. И вот я смог реализовать это в свои 30 лет. И на самом деле это здорово. Спасибо вам, что вы мне позволяете этим заниматься. И мне не нужно искать какую-то более взрослую, эффективную, полезную для общества и оплачиваемую работу. Я это очень сильно ценю. Люблю вас. Для начала нужно позаботиться о его удержании. Благо, на удивление, эта штука имеет по факту нулевое значение минимального уровня надежности изоляции. И даже вот такой кибитки, в которой даже нету крыши, мы сможем спокойно ее удерживать. Разница только в количестве нарастающего уровня активности. Снаружи получается 15, здесь плюс 10. Сюда же втыкается сборщик биоферита и, пожалуйста, 3 биоферита в день. Но самое любопытное заключается вовсе не в биоферите. В случайный диапазон от 6 до 24 часов внутреннего времени, биомасса делает чпуньк. Выделяя нам, естественно, мясо. Мясо выпадает от 2 до 6 стаков и в зависимости от уровня активности самого ядра, мы получаем разное количество этого самого мяса. Вот, например, у нас 40% активности, мы здесь получили 145 единиц мяса. При 60 единицах у нас получается что-то вроде 176. Около 80 единиц, но что-то у нас внезапно тоже примерно такие же значения. То есть на 100-150 мяса минимум раз в сутки вы можете рассчитывать. Если мы переводим это в питательную пасту под то же среднее значение в 150, это 25 единиц питательной пасты. С учетом того, что в среднем колонисты едят 2 раза в день, одно сердце биомассы способно прокормить 12 человек. 12 Карл. При этом он еще идет биоферит и очки исследований. И естественно, раз это жуткое мясо, оно, ну мясо, мясо, это то, что может кушать гулька. И тебе не нужно заниматься охотой, выращиванием свиней, чтобы кормить своих гулей, потому что у тебя всегда будет это самое жуткое мясо. Оно же активно используется при изготовлении сывороток, ну правда, не взгляда в пустоту. А сыворотки воскрешения, упырей, вам это понадобится, это я вам гарантирую. На сыворотку сокрушительной силы, тоже очень полезная вещь. И даже на сыворотку железной крови, чуть более спорная штука, но тоже может пригодиться. Это и в оружии безумия, мутационном оружии много, в каких процедурах будет использоваться это самое мясо. И имея у себя сердце, вы полностью покрываете все потребности в этом ресурсе. Я больше скажу, вот на минималочках, 86 мяса. Из него, грубо говоря, можно сделать 43 единицы топлива. Каждая единица топлива позволяет работать генератору порядка 5 часов. Учитывая, что у нас гарантированные спауны раз в сутки, нам достаточно иметь в каждом генераторе по 5 единиц топлива. А производим мы в районе 40 даже на минималках, что позволяет нам поддерживать аж целых 8 генераторов, вырабатывающих 8000 ватт энергии. Да, тут придется немножко помучиться с перегонкой, но сам факт, что эта штука может выдавать 8000 ватт энергии, это достойно. Только не стоит пытаться врубать электрожнец. Это будет всего лишь 200 ватт, он будет ее стукать, у нее будет расти активность, больше времени на подавление. Ты можешь намного больше получить, перегоняя топливо. И это будет намного безопаснее, чем попытки добывать энергию электрожнецом. По большей части, я думаю, с сердцем все плюс-минус понятно, есть несколько дополнительных лайфхаков. Например, сердце спокойно может застраивать с собой участки карты, в которых ты строить не можешь. Это те самые участки, из которых может приходить вражеский рейд пешком. И если оно полностью застроит какой-то участок, оттуда больше не будут приходить рейды. А в тех местах, где оно тебе не нужно, ты можешь его ограничить стенками, заборчиками. Если ты совсем жадный, это могут быть даже могилы. Их преимущество в том, что они не разрушаются там от случайных повреждений и внезапного распространения. Биомассы не случится ни при каких обстоятельствах. А мне стало интересно, может быть спальные места тоже так работают, они же тоже как бы неразрушаемые объекты. Нет, это не тот случай. Тексирующие места тоже нет. Нет, могилы, могилы. Универсальный вариант высокой надежности. Мимо могил оно не пролазит. Выглядит довольно-таки забавно. Эй, ты чё туда полезу, у тебя же взаимосвязи нету с основной частью. Камон, ты чё так можешь делать что ли? Вот это неожиданность. Итого, мы имеем возможность получать неограниченное количество биошматов для того, чтобы качать себе навыки дальнего и ближнего боя. Их же можно использовать для исследований, их же можно использовать для добычи биоферита, их же можно пускать на мясо. Само сердце может использоваться в качестве зонирующего элемента, позволяющего перекрыть какой-то проход. Особенно это будет полезно в горах. Теоретически биомассамет может использоваться как вспомогательное оружие, но... Самоидельно. Добыть непосредственно ядро из него тоже не сложно. Ядро, в свою очередь, опять же, биоферит, опять же, исследование, вагон жуткого мяса, которое можно перегонять в энергию, в еду, в сыворотки, в ритуалы. Восхитительная штука. Поэтому бояться того, что оно тебя задушит, не стоит. После определённого этапа оно не так активно растёт. Сами по себе стенки не дают биошматам тоже двигаться зачастую. Биошматы сами по себе не очень агрессивные, которые лезут из сердца. Ощущение, как от большой и очень вкусной колонии жуков. Пользуй даже больше, намного больше. Поэтому тебе стоит немножко расслабиться, понять, что у тебя всё в шоколаде. Ну и вот сейчас ты можешь перейти по появившейся ссылочке и посмотреть видео про биошматов. Их тоже надо уметь готовить. А на этом у меня сегодня всё. Всем пока. Всем пока.